Я делаю заповедей твоих, молитвами причистия твоей Матери всех святых твоих. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, укование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сену и Святому Духу, имени и крестное во веки вековами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи, Христе Боже, укование наше, молитвами причистия твоей Матери всех святых помилуй и спаси от нас, как благо человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Преодоление неверия. В Евангелии от Иоанна наряду с рассказом о воскрешении Лазаря идет повествование о духовном воскрешении Марфы и Марии, о преодолении их неверия, а также неверия учеников. В Евангелии от Иоанна 11 глава. В описании события воскрешения Лазаря сначала проявляется неверие учеников Христовых. Когда Господь сказал, что друг Лазарь уснул, и я иду разбудить его, у учеников возникает реакция противления. Если уснул, то выздоровеет. Реакцией доверия учителю было бы быстрое согласие идти с ним, ведь если он говорит, что идет разбудить, значит так надо. Но Господь терпелив к ученикам и говорит открыто, что Лазарь умер, и он идет разбудить его от смерти. Иисус Христос подчеркивает неверие учеников и радует за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. В Вифане, куда идет Господь воскресить Лазаря, находится недалеко от Иерусалима. Иисус рассказывал своим ученикам от предстоящих страданий и смерти в Иерусалиме. Иудеи искали случай убить учителя. Апостол Фома делает заключение, что ученикам придется умереть в Иерусалиме вместе с Иисусом Христом. Этому заключение также является проявлением неверия учителю, потому что Господь рассказывал ученикам о своей смерти. За грехи людей в Иерусалиме и о воскресении и о воскресении. Приход Фомы к истинной вере описывается в главе 20 Евангелия от Иоанна, когда он увидел воскресшего Господа. Когда Христос говорит Марфе, что брат ее воскреснет, Марфа думает про всеобщее воскресение. Тогда Иисус говорит ей, что он и есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. После этих слов Марфа проявляет доверие учителю и исповедует его как Сына Божия, Мессию. Исповедание Марфы «Я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий мир» является ее первым высказыванием о вере, соответствующем действительности. Кто верует в Иисуса Христа, тот уже воскрес от духовной смерти и имеет жизнь вечную, потому что находится в отношении с Богом. В отношении с Богом новое существование даруется человеку через веру. Телесная смерть не отрывает человека от Бога. Настоящая смерть – это смерть духовная. Когда Марфа указывает на то, что уже четыре дня брат ее находится во гробе и уже смердит, Господь Иисус Христос снова взывает к вере, доверие ему. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Мария повторяет слова своей сестры, что если бы он был в Ифании, когда Лазарь был еще жив, то он бы не умер. В событии воскрешения Лазаря происходит одновременное духовное воскресение Марфы и Марии через веру в Иисуса Христа. «Господь открыто обращается к Отцу, чтобы возбудить веру в тех, кто видел воскрешение Лазаря». «Сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Реакцией на чудо воскрешения со стороны одних была вера в Иисуса Христа, это духовное воскрешение. Со стороны других – рассказ в Парисеи и содействие его распятию проявления их духовной смерти. Чудо воскрешения Лазаря имеет одновременно несколько глубоких значений. Прежде всего, это событие повествует о воскресении из духовной смерти через веру в Иисуса Христа. Этот смысл отражен в службе Великой Субботы. «Яко жарек, Иси Господи Марфи, аз весь воскресение, делом слово исполнил Иси. Из ада воззвал Лазаря, и мне, человеколюбие, мертво страстьми, яко сострадателен, воскресимой молюся». И стихиры нахвалить их. Путь к воскрешению Лазаря от телесной смерти является одновременно путем крестной смерти Иисуса Христа. Вместе с тем, воскрешение Лазаря – прообраз будущего Христового воскресения и всеобщего воскресения. «Предуверяя славное восстание Твое, о, спаси мой, мертво четверодневно и задо освобождающий Лазаря, песнь митя величающая». Это тоже из девятой песни канона. «Представ Лазареву гробу, человеколюбще сего призвал Иси, и жизнь подал Иси, яко жизнь си бессмертная человеком всем, яко Бог будущее прообразуя яви воскресение». Тоже из пятой песни канона. «В событии с воскрешения Лазаря мы видим терпение и любовь Божию по отношению к людям. Господь снова и снова взывает к доверию, вере Богу. Аминь». С миром Божьим. Кто исповедуется, готовился, оставайтесь. Спасибо. Готово. 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 Продолжение следует...